Здравствуйте! Hi-Fi Man Devo оставили очень приятные впечатления, так как при своей относительно невысокой для магнитопланарных наушников этого уровня стоимости, они давали очень приятную музыкальную подачу, не особо требовательна к источнику, и также есть фирменный Bluetooth-адаптер, который достаточно хорошо справляется с наушниками. И в случае с Devo Pro шаг произошел достаточно большой, то есть, несмотря на то, что внешний вид визуал наушников остался практически таким же, по звуку это теперь совершенно другие наушники. Но все же о внешнем виде хочется сказать, и очень так двойственно, потому что когда смотришь на наушники так немножко со стороны, то кажется, что все сделано так очень дорого, очень приятно, но при более ближайшем рассмотрении понимаешь, что все равно некоторая дешевизна такая ощущается, то есть, свободный ход наушников нерегулируемый достаточно большой, не совсем хорошо сделано с строчкой, то есть, она немножечко гуляет, но в общем, это было и в предыдущей версии, тоже так зацикливаться особо не вижу смысла. Амбушюры очень мягкие, очень приятные. По поводу посадки здесь ситуация неоднозначная, то есть, с одной стороны, сами чашки у нас круглые, но внутренняя часть самих наушников имеет некоторую овальность для того, чтобы меньше цеплять ухо. И в моем случае это работает не совсем полноценно, то есть, я понимаю, что некоторое небольшое неудобство присутствует, и оно усугубляется тем, что недостаточно плотная посадка, я понимаю, что наушники прям вот гуляют на голове. И это также сказывается при долгом прослушивании, когда хочешь, сидя за компьютером, просто повернуться, что-то сделать, наушники норовят соскочить с головы. Для кого-то это будет существенным минусом, для тех, у кого голова больше по своим размерам, чем моя, проблем вообще никаких не будет. Опять же, есть фирменный Bluetooth-ресивер, есть две версии, именно BT, не BT. И по своим основным каким-то вещам, которые хочется сказать, это поддержка всех необходимых кодеков aptX, aptX, HD, LDAC. Данный Bluetooth-ресивер очень легко раскачивает наушники, то есть, хватает как по громкости, так и по мощности, и плюс позволяет подключать наушники к компьютеру, то есть, через USB. Из минусов данного ресивера является то, что он очень громкий, то есть, все звуки, которые происходят, они достаточно такие громкие, когда вы надеваете наушники, находясь в тишине, то есть, вы привыкли к тишине, это немного напрягает, неприятно, но все-таки тоже, как такие мелочи, в работе он определенно хорош. По поводу звучания, какие изменения произошли? То есть, в данном случае используются новые излучатели с крайне тонкой диафрагмой, с новой системой из магнитов, что привело к качественному изменению в звучании. И если Дева просто без Pro имела именно конкретно такую музыкальность, то есть, их не особо хотелось говорить про детальность, про проработку каких-то определенных частот, то здесь стало значительно лучше, наушники определенно в плане аналитики подросли, и их уже хочется подключать к какому-нибудь хорошему стационарному, либо же просто качественному портативному источнику напрямую, а не через Bluetooth, через USB, потому что уже некоторый запас по аналитике здесь присутствует. Но и одновременно с тем сохранилась общая такая тенденция подачи, наушники все еще не стараются куда-то в аналитичность, в мониторность, они все так же музыкальные, и от этого происходят некоторые интересные моменты. То есть, слушал с Kain RU6 и также с Shanlin UA1 для того, чтобы больше уже понять сам ЦАП усилителей. И мне больше понравилось звучание с более бюджетным UA1 Pro, потому что все-таки Kain очень сильно старается именно в детальность, что не совсем хотят сами наушники, и из-за этого уже могут возникать проблемы, то что кажется, что баса как-то недостаточно по весу, немножко такая суховатая середина, и высокие частоты будут уже зависеть от самой композиции, если мы говорим паре с Kain. В то время, как в случае с Shanlin, наушники снова обретают свою такую музыкальность, универсальность, уже хорошо звучит как электронная, так и живая инструментальная музыка, то есть более бюджетный, более простой источник в данном случае нам дает больше результат. И опять-таки звучит так, что наушники не предназначены для аналитики, то есть у них в этом плане что-то совсем плохо, но это не так. Все-таки наушники на среднем хорошем уровне в плане детальности, то есть они в этом плане явно не страдают, но это и не является их каким-то главным преимуществом, которое хочется продвигать. То есть инструменты воедино не соединяются, то есть все так же в сцене сохраняется хорошее разделение инструментов, все так же есть достаточно хорошие те же панчи, те же атаки, панчи особенно по своему весу скорее, нежели по быстроте, что опять-таки тоже будет зависеть от источника, от типа подключения. И хотелось бы еще добавить, что в случае с прослушиванием через Bluetooth, слушал Samsung Note 9, естественно использовал кодек LDAC, мы получаем хорошее, в общем-то, звучание. Сильных упрощений я не почувствовал по сравнению с тем же Shandling. Естественно, есть разница по самой мощности, из-за которой мы имеем более собранный бас, мы имеем лучше края частотного диапазона в случае с проводным подключением, но какой-то прям колоссальной разницы, которая доставляла бы какой-то дискомфорт, не ощущается. Поэтому наушники интересны, то есть они действительно являются доработанной версией от тех же Дева, с значительно лучшими скоростными характеристиками, со значительно лучшей детальностью. Поэтому советовать их можно, некоторые недоработки, которые есть, они, в общем-то, простительны, потому что я понимаю, что наушники конкретно звучат на свои деньги, то есть они могут приносить удовольствие именно от прослушивания, и вы можете получать все те преимущества, которые есть у именно наушников открытого типа, и в частности, и в том числе у преимущества магнитопланарных наушников. Это хорошая, очень открытая сцена, это очень приятная середина, и высокие частоты, которые не имеют там каких-то вот пилищих моментов, каких-то неприятных, все звучит удобно и без каких-то искажений, на которые обращаешь внимание. Поэтому наушники достойные, наушники интересные. Опять же, подойдут ли они именно вам, сказать сложно. То есть нужно понимать их направленность, их преимущества. На этом, думаю, что буду закругляться. Вам большое спасибо за просмотр данного видео. Если заинтересовали, то по ссылке в описании сможете найти. И на этом все. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.